В США согласовали закон, который не позволит Дональду Трампу самостоятельно снимать санкции с Россией. Республиканцы и демократы достигли консенсуса в этом вопросе, и Палата представителей готова проголосовать законопроект уже во вторник. А вот Евросоюзу такие новости не понравились. Почему, расскажет Елена Абрамович. Американские санкции против России могут иметь непредсказуемые последствия, и Вашингтону следовало бы координировать свои действия со странами Большой Семерки. Такое заявление Еврокомиссии цитирует информагентство Reuters. Недовольство Брюсселя вызвано тем, что ограничения касаются и строительства газопровода «Северный поток-2». Эта магистраль пройдет в обход Украины, от побережья России через Балтийское море до Германии. В проект уже вложили деньги ряд европейских компаний. Мы обеспокоены тем, что меры, которые обсуждают в Конгрессе США, могут иметь непредсказуемые последствия не только в вопросе трансатлантического единства, но и в вопросе экономической и энергетической безопасности ЕС. Санкции являются наиболее эффективными, когда они координируются. По мнению конгрессменов, согласованный законопроект – это ответ на вмешательство Москвы в американские выборы, а также военную агрессию в Украине и Сирии. Документ не только предусматривает ужесточение санкций, но и игнорирует правки от администрации Трампа. Американскому президенту не предусмотрели право самостоятельно отменять санкции. Трамп, конечно, все еще может наложить вето на законопроект, но, по словам экспертов, это только усилить подозрение о его поддержке со стороны Москвы. А вот отношение с ЕС документ все же может испортить, несмотря на формулировки о благих намерениях. США и дальше будут выступать против трубопровода «Северный поток-2», учитывая его негативное воздействие на энергетическую безопасность Европейского Союза, развитие газового рынка в Центральной и Восточной Европе и энергетические реформы в Украине. Авторы законопроекта рассчитывают на экспорт американских ресурсов в Европу. Но европейские энергетические компании не хотят видеть на рынке ЕС дорогой американский сжиженный газ. Впрочем, бизнес страдает от сделок с Россией не впервые. Недавно разразился скандал вокруг турбин компании «Сименс». Немецкий концерн договаривался продать их для проектов на Тамани, но турбины были замечены в аннексированном Крыму. Теперь «Сименс» намерен идти в суд. Елена Абрамович, Евгений Каминский. Подробности Брюссель. Европейское бюро телеканала «Интер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова